итак друзья добрый вечер сегодня у нас четверг вот очередная встреча вот еженедельная 16 июня сегодня вот мы поговорим сегодня про технологию струнного транспорта поговорим про последние новости вот мы в конце если будут какие-то вопросы то тоже немножко пообщаемся зовут меня алексей новомыч вот по образованию же не программист в проект струнного транспорта партнером являюсь 2014 года то есть наблюдаю как проект зарождается как проект растет вот но сейчас на собственно рассказываем вот каких успехов какие успехи были достигнуты за все это время вот ну и куда в общем то мы продолжаем двигаться вот ну и начнем как обычно с проблем в транспорте ни для кого не секрет естественно это пробки на дорогах аварийность загруженность дорог вот в общем та самая проблема которую мы видим в принципе на ежедневно также проблема есть и в грузоперевозках которая может быть менее очевидная но она есть мы здесь там можем на рапорт чувствовать вот доказывая какие-то товары из китая вот и которые идут нам неделями вот ну поэтому как бы вот такая проблема тоже она имеется следующая проблема это борьба человеческий в общем-то конфликт дорог и природы то есть это естественная окружающая среда вот которая старается в своем проявлении как таким-то образом в пустыне заместить с песком вот где-то в зимних перегонах это борьба со снегом где-то борьба с паводками в общем то все те самые проблемы которые возникают на планете ну наверное ежедневно то есть разных концах земли вот естественно загазованность нефть выбросы нефтепродуктов тоже это ни для кого не секрет очень такая наглядная картиночка вот ну слава богу таких уже у нас поездов сегодня сегодняшний день уже не ходит вот по по дорогам но тем не менее очень такая наглядная вот как и на влияние на окружающую среду имеет транспортные системы помимо эксплуатационных возможных издержек также естественно есть издержки в строительстве вот строительство казалось бы обычной дороге асфальтовой сопряжено с ну во первых там вырубка деревьев создание съема верхнего слоя почвы создание целой подушки то есть в общем что построить обычную дорогу то целое целое мероприятие вот естественно это долго дорого вот ну и впоследствии еще имеем кучу проблем которые мы выше перечисляли то что же еще одно еще на решение надземных дорог имеет место вот но также сопряжено с рядом больших недостатков то есть это и такие большие массивные конструкции вот тоже принципе это дорого вот скорость небольшая вот поэтому тоже она решение в правильном направлении вот но пока еще не не такое не не соответствует требованиям сегодняшнего дня то есть требованиям 21 века вот при хороший пример дороги в германии вот мы неоднократно обсуждали даже у нас были на прошлых вебинарах мы смотрели видео как но наш на наши партнеры в германии катались на этих поездах вот но надо сказать что уже больше ста лет они работают успешно вот и за всю историю за всю столетнюю историю всего лишь было два несчастных случая вот то есть это очень-очень такая но хорошая надежность вот но и заканчивая так сказать обзор существующих транспортных систем тоже если затронуться канатной дороге есть ряд недостатков то есть это и короткие расстояния вот тоже малые скорости необходимость перемещать в общем-то все полотно целиком то есть в общем есть ряд ограничений ну и в в поисках идеального транспортного решения есть она уже есть вот и мы про него сегодня поговорим это струнные транспортные системы skyway данная фотография тоже реальная фотографии сделанные в беларуси под минском струнные транспортные системы называется потому как в основе технологии лежит струнный рельс вот снаружи он выглядит как обычный то есть прямоугольный железнодорожный но внутри есть такой маленький секрет как раз таки та самая струна и точнее пучок струм вот который обеспечивает большое расстояние то есть длину хорошую длину то есть прочность надежность вот и вот такой вот пролет на картиночке мы видим этот пролет 400 метров красивая такая ажурная легкая конструкция вот которая ну по которой в общем то транспортное средство перемещается вот уже катались я катался лично и многие катались в общем действует работает не падает как многие боялись поначалу вот хорошо функционирует вот ну и она не является громоздкой и соответственно лишена всех тех недостатков которые мы обсуждали вот ну и сам струнный принцип он давно известен вот применяется кто специалисты те тоже поймут применяется в вантовых мостах ну и в общем то тоже ни для кого не секретно что просто подняв дорогу над землей вот мы решаем мы сразу же избегаем огромного количества препятствий обиде рек иди озер и за гор то есть просто получается дорога идеально ровной прямой вот ну и общем то в этом направлении в принципе необходимо двигаться ну как рассматривая варианты транспорта будущего вот но его тоже вот несколько 33 вида трасс в серединке мы видим жесткую фирменную трассу где сверху высокоскоростной подвижный состав снизу городской то есть технологии она в принципе применимо для разных условий для города для междугородних перевозок для перевозки грузов то есть но в общем вот еще пример станции который находится уже беларуси вот тоже сверху транспортное средство которое рассчитано на скорости до 500 километров в час снизу городское транспортное средство которое рассчитано на скорости до 150 километров в час это в городских условиях в общем-то в городе такие скорости как бы и не нужны вот но тем не менее они возможны вот ну и тоже здесь То есть это станция, на которой, в общем-то, происходит выгрузка-погрузка пассажиров, пересадка между высокоскоростной трассой и городской трассой, то есть там внутри лесенка. Ну, в общем, такой образец, какими могут быть станции в будущем для эксплуатации струнных транспортных систем. Это еще одна фотография красивая из Беларуси, то есть Марина Горка, ну, такой закат, вот, так для красоты добавлено. Ну, и автором технологии является Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот он занимался транспортом, начиная со студенческой скамьи и даже раньше, то есть в школьные годы, конструировал всевозможные модели. Вот, ну, и на протяжении 40 лет было огромное количество и публикаций, и испытаний. Вот, ну, и в конце концов, в 2014 году подошли к финальной стадии, вот, когда этот транспорт уже был полностью готов. Ну, именно его идея, все было просчитано, вот, и с 2014 года, в общем-то, полигон в Мариной Горке в Беларуси был успешно построен. Вот, пока еще не до конца, вот, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Вот, за все это время, ну, недавно, кстати, да, был день рождения Анатолий Эдуардович Юницкого, ему исполнилось 73, вот, ну, и, в общем-то, несмотря на, казалось бы, уже довольно взрослый возраст, вот, у него огромные цели, огромные планы, вот, ну, и, в общем-то, он такой вот путеводитель для многих, как, как задает пример, вот, когда многие уже в этом возрасте давным-давно на пенсии, вот, он, ну, и там рыбачат, наверное, и все, то есть, и ждут, может быть, ну, не знаю, чего ждут, там, кончины, кто-то, кто-то еще. Вот, у него огромное количество планов, вот, и, ну, есть, на самом деле, чем поучиться, то есть, это такой вот наш белорусский, я бы сказал бы даже, ну, побоюсь этого слова, наверное, герой, вот, образец для подражания, вот, ну, и, в общем-то, он ведет за собой, ну, и нас, партнеров, вот, и инженеров, и многих людей, которые сопричастны с технологиями. Написано огромное количество книг, вот, например, в частности, струнные транспортные системы на Земле и в космосе, вот, то есть, сам струнный принцип, он, ну, можно сказать, универсальный, то есть, ну, опять же, по тавтологии немножко, но и на Земле можно использовать, и в космосе, вот, и у каждого есть свой, есть свое некое применение. Вот еще одна читательная книжечка «Инженер», вот, передо мной здесь статуэточка как раз-таки с одной из транспортных выставок, то есть, было пройдено огромное количество выставок, сертификатов, мы об этом чуть позже поговорим, вот, ну, и вот отдельным слайдом здесь выделено именно коэффициент аэродинамического сопротивления, то есть, ну, тоже про скорость я упомянул, что скорость до 500 км в час, для кого-то это кажется, ну, прям, большая скорость, такая нереально большая, вот, 500 км в час, Валка, как такое возможно? Вот, ну, и вот ответ, как бы, в принципе, все в деталях, вот, но одно, один из ответов, вот, мы видим, что коэффициент аэродинамического сопротивления, то есть, сопротивление воздуха, почти в 10 раз лучше, чем в обычном автомобиле, вот, поэтому скорость 500 км в час достигается легче, вот, и нет необходимости ставить какие-то супермощные двигатели, вот, то есть, аэродинамика позволяет Вот, ну, и, ну, в общем-то, позволяет все это достигать аэродинамика плюс конструкция плюс вес, ну, много факторов, которые позволяют этой скорости достичь Разные варианты, ну, и при этом потребление топлива у него будет адекватным, а не как, допустим, там, в танке, то есть, какие-то огромные двигатели Вот, иногда спрашивали раньше, упадет, не упадет, но тоже картиночка специальная, чтобы показать, что есть специальная противосходная система, что никуда транспортное средство не денется, вот, его поддерживает, вот, и оно устойчиво держится на струнном рельсе Вот, ну, тоже пару вебинаров назад мы рассматривали такую штуку, как, вот, вихретоковый замедлитель Ну, в общем-то, этот слайд тоже оставили, оставил я, чтобы показывать, что есть всевозможное тоже ноу-хау, есть всевозможное и испытание, и усовершенствование И постоянно ведется работа над внедрением всевозможных элементов, вот, ну, и, ну, вот, как пример, вихретоковый замедлитель тоже очень сам по себе интересен Вот Ну, и, если подводить итог, вначале мы видели, что струнный транспорт является идеальным транспортным системой, вот, ну, и, так вот, подводя, если подводить итог, то по капитальным затратам То есть стоимость строительства, он тоже, естественно, минимальные затраты, почему? Потому что, ну, ажурная легкая конструкция, вот, которая не требует много металла, не требует много бетона То есть все это стоит намного дешевле, чем обычные дороги Вот эксплуатационные расходы, то есть тоже минимальные, то есть нет необходимости там латать дыры, как в асфальте, нет необходимости там чистить эти дороги То есть они сверху самоочищаемые, спокойно функционируют, вот, и не требуют дополнительных затрат По расходу энергии тоже минимальные, но транспортное средство само по себе маленькое Плюс оно находится в мотор-колесах стоят, то есть это тоже там эффективность максимальная Вот, поэтому расход энергии минимальный Вот, пропускная способность может быть больше, чем в метро Ну, почему? Потому как здесь очень широкий диапазон То есть мы можем отправлять транспортные средства каждую минуту, можем отправлять транспортные средства каждые 30 секунд И максимальный, ну, минимальный, точнее, зазор это 2 секунды То есть каждые 2 секунды может уходить транспортное средство То есть все работает в автоматическом режиме, поэтому транспортные средства могут быть там двухместные Пяти, десяти, двадцати, тридцати местные Вот, и в зависимости от пассажиропотока требуемого для данного региона То есть можно все это настроить Частоту отправки, вот, размер транспортного средства Вот, и, соответственно, пропускную способность можно сделать больше, чем, казалось бы, там, в самом загруженном метро Вот, дальше По загрязнению окружающей среды минимальные Ну, понятно, это электромобиль На остальных колесах, выхлопа у него, ну, то есть, ну, выхлопа нету То есть минимальное загрязнение среды Транспортная аварийность тоже минимальная Просто за счет того, что мы подняли над землей То есть мы избегаем столкновения с животными Избегаем столкновения там с другими транспортными средствами То есть мы, в принципе, выделяем вот этот транспортный слой в отдельный, на отдельный этаж Вот, и там все это происходит Соответственно, транспортная аварийность, она здесь минимальная Ну, плюс, естественно, все в автоматическом режиме Вот, вот, именно поэтому, подводя итог, можно сказать, что транспортная система Струнная транспортная система Раньше называлась она Skyway, сейчас называется она UST Вот, является идеальной транспортной системой Вот, ну, и, конечно же, для разных условий есть разные виды подвижного состава То есть для города, для гор, для межгорода То есть все это тоже разработано Вот, причем это разработано с нуля Вот, также и в грузоперевозках То есть изначально в бизнес-плане, например, перевозку контейнеров не выделяли в отдельный блок Вот, а, ну, так как происходит постоянное общение с заказчиками потенциальными Ну, вот, один из вопросов был Сможете ли вы организовать контейнерную перевозку? Ну, естественно, Антон Дович Юницкий сказал Да, хорошо, найдем решение Вот, ну, такое решение тоже было найдено Вот, ну, естественно, огромное количество сертификатов Все это проводится, постоянно испытывается Сертификация в Беларуси была пройдена Сертификация в Объединенных Арабских Эмиратах была пройдена Огромное количество патентов, дипломов Там, евразийские патенты, российские, белорусские То есть, ну, в общем, есть что посмотреть, есть что полистать Вот, постоянно пишутся статьи Вот, одна из последних – это «Транспорт, транзит Беларусь» Международные выставки Тоже мы видим здесь и описание И дубайского испытательного центра И шаржа которой, и белорусского испытательного центра То есть, в общем, постоянно идет То есть, есть полная открытость И в сети, то есть, мы постоянно прозрачность Эту наблюдаем Ну, и даже на том уровне, что пишутся дипломы То есть, дипломные работы именно вот на тематику струнных дорог То есть, это такой, ну, прямо это, ну, набирает обороты Вот, и одна из первых работ дипломных, насколько я помню, была в 2013 или 2014 году Там студент из Австралии писал работу Вот, ну, здесь вот тоже вот в Дубае тоже попросились Ну, пишут, ну, и, в общем-то, компания, она поощряет всегда такие работы Вот, потом проводится И вот в прошлом году проводился конкурс дипломных работ Ну, и потом лучшие То есть, авторы лучших дипломных работ Приглашаются потом, ну, в итоге, на работу В ЗАО устроенной технологии Вот, и, ну, и, в общем-то, работники приезжают Ну, из разных там совершенно И из Беларуси, из Беларуси, из России То есть, то есть, релокация Тоже приветствуется, вот И такое имеет место быть Вот, ну, и тоже недавно мы с вами обсуждали Что компания-разработчик Вот, прошла, прошла, таки, аккредитацию В Национальной академии наук Вот, ну, и это позволило получить статус Научной организации Поэтому мы уже можем смело говорить Что ЗАО струнной технологии Это не просто производственная Организация Но это еще и научная Научная организация Вот, ну, и тоже здесь приводится Ряд достижений То есть, на предприятии работает 11 кандидатов наук 5 сотрудников имеют учетное звание доцента Более 10 преподают в вузах страны Вот, за 5 лет было опубликовано Более 40 научных работ 100 статей, 5 книжных изданий Вот, полученные 95 охранных документов На права промышленной собственности То есть, ну, работа проведена колоссальная То есть, казалось бы, иногда кажется, что там Долго, вот, но на самом деле Когда начинаешь все это разбирать То есть, как строится все с нуля Как собирается и кадры те же с нуля И, ну, в общем, можно только гордиться Пожалуй, можно только гордиться Такими достижениями Вот, ну, и в 21 году Мы тоже считаем, что пошла регистрация Пяти научно-исследовательских Опытно-конструкторских Опытно-технологических работ Вот, ну, и так далее, и так далее Вот, поэтому, ну, вот Мы не только научно Не только, получается, производственные Но еще и научные Вот, ну, это тоже вот слайд Как пример того, как Ну, сейчас у нас находится Два центра, один в Минске, один в Эмиратах Ну, и вот, когда Анатолий Довардович Находится в Эмиратах То вот проводится вот в таком формате Рабочие встречи Ну, картиночка еще чем интересна Допустим, что вот на нижнем слайде Мы видим вот такой интересный рабочий стол Ну, вот, где не просто, ну, люди сидят за обычным столом А еще мы наблюдаем Здесь вот прямо по центру находятся растения То есть одно из направлений компании В том числе Это не только транспортная система Но еще и биотехнологии Вот, и вот эти биотехнологии В общем-то Прямо вот перед каждым Здесь вот в данном случае Сидящим там руководителем Либо менеджером Чтобы он это видел Прямо вот, можно сказать, себя перед носом Вот, поэтому, ну, тоже такой интересный концепт Вот, ну, а в кабинете у Анатолия Дарьевича Там тоже птички Вот, зелень То есть очень все так экзотично И с бережным отношением к природе Даже, можно сказать, не с бережным А с отношением с любовью к природе Вот, ну, и вот тоже в прошлый раз Мы рассматривали финансовый аудит компании Еще раз повторюсь про открытость То есть мы все это время наблюдаем Абсолютно открытость компании Перед инвесторами, перед партнерами Вот, ну, и вот в частности Разбирали в прошлый раз бухгалтерский баланс Что у компании действительно есть Там какие-то активы Что у компании на балансе есть Даже прибыли То есть еще пока Еще нету пока прибыли Но уже есть выручка какая-то То есть платятся налоги То есть есть зарплатный фонд То есть все это Все это абсолютно можно посмотреть В открытых источниках И понимать, что Ну, вот, из года в год Можно делать даже некий анализ Вот, насколько компания выросла Насколько там Какая у нее ситуация изменилась Вот, ну, как бы Еще одно подтверждение того Что все проходит Ну, на высочайшем уровне Прозрачно Вот, и с полным Ну, то есть Доверием Вот, и со стороны партнеров И со стороны компании Это одно из зданий в Минске На улице Чеботарева В компании всего работает Уже больше 600 человек Бывает Это второе здание в Минске То есть Ну, их, в общем-то, зданий уже несколько Вот, но по мере роста компании По мере роста количества людей Вот, приходилось занимать Все больше и больше площади Ну, и вот сейчас находится здание На железнодорожной 33 Вот, тоже улица символичная Железнодорожная Вот, и, в общем-то, там располагается Весь, можно сказать, мозг То есть, ну, мозги компании Дизайнеры, архитекторы Расчетчики Все находятся здесь Вот, ну, а сборочный Сборочный сам Цех находится В Шабанах В районе Шабаны И, в общем-то, тут, можно сказать Находятся руки То есть, там находятся мозги Тут находятся руки Вот, и, которые собирают Транспортные средства Ну, и, а уже в Мариной Горке Находится полигон На котором все тестируется Вот, то есть, это проводится Уже испытание вживую Показ для инвесторов Показ для заказчиков Показ для Просто Проходящих мимо Вот, поэтому Вот, ну, красивая картиночка Мы видим Задействованы Почти вся линейка Транспортных средств Ну, не почти Но половина так точно Вот Ну, и такой какой-то Взгляд, наверное, в будущее Когда вот мы В дальнейшем будем Наблюдать У себя над головой Такие вот перемещающиеся Вагончики Вот Ну, и Мы сейчас немножко поговорили Про Беларусь Сейчас немножко поговорим Про Объединенные Арабские Эмираты Когда проект успешно был показан в Беларуси Им заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах И сказали, что Ну, вот, ребята, у вас Европа Европейский климат Мягкий У вас, конечно, все это будет работать А сможете ли сделать у нас? Где у нас тут Сумасшедшая жара Вот Соли Агрессивный климат Ну, в общем Ну, естественно, Юницкий сказал, что Да, можем Вот Ну, и вот здесь вот на картинке мы уже видим, что Ну, это по несколько картинок того, как выглядит все в шарже В Объединенных Арабских Эмиратах Вот Ну, и весь 21-й год У нас уже на дворе 22-й Весь 21-й год был Под флагом визита всевозможных телерадиокомпаний Вот Было снято огромное количество роликов Вот Взято им интервью Вот Ну, и, в общем, по CNN По По арабским Аль-Араби По российским Ну, в общем-то, были репортажи Про удивительную струнную систему Вот, которая Начала, ну, как раз-таки Ну, вот, выходить Так уже Во всеобщее обозрение Вот В 21-м году Вот Ну, и Уже Переходя от С 21-го в 22-й год Начался Экспо В Дубае Вот Ну, и на протяжении полугода Были всевозможные делегации Вот это, в частности, делегация из Африки Которые В общем, их Есть определенный маршрут Вот Это делегация из Европы Есть Были делегации Вот Недавно буквально из Австралии Ну, и, в общем-то Вот Тоже оставил Слайд Спасибо Один из отзывов Австралийских Представителей Что Спасибо за прекрасную демонстрацию Это действительно транспорт И перевозки Будущего Я очень рад попытаться Помочь этому проекту Продвинуться Как в ОАЭ Так и в моей родной стране Австралии Ну, и таких отзывов В принципе, очень-очень много Вот Это просто как один из Примеров Ну, да Есть там видеопрезентация То есть, в принципе, для Новичков тоже можно посмотреть Как все это Проходило Ну, и двигаясь дальше Адресные проекты Линейные города Ну, как бы То, куда В принципе Держит компания путь То есть, вот Пример того Как может выглядеть Трасса В городских условиях То есть, снизу мы видим Люди и машины Потом на втором этаже Мы видим Высокоскоростной транспорт На третьем этаже Мы видим городской транспорт То есть, вот Тоже пример Станции Вот, как это может быть В городских условиях Вот это немножко уже Наверное, скорее за городом То есть, ветка Ну, предположим Там вот, как метро Продлевается еще куда-то дальше Вот Ну, и каждые 3 километра Могут быть вот такие башенки Вот И, в общем-то Такой симбиоз природы Вот И технологий Вот Ну, выглядит очень симпатично Ну, и перемещение Соответственно Вот снизу Мы видим На скоростях До 500 км в час Ну, она тоже В принципе Фирменная трасса Вот И сверху мы видим Тоже Такие легкие Вот Провисающая система То есть Очень интересно Ну, вот тоже Видим Как это может выглядеть В шахматном порядке То есть Как могут Ну, и в принципе Меняется Сам принцип перемещения То есть Раньше мы Чтобы куда-то поехать Спускались вниз Со своей многоэтажки Садились в транспортное средство Теперь надо будет Подниматься Наверх Поднимаемся наверх К зданию Садимся в транспортное средство Вот И оно у нас покатило Туда, куда Мы Ему Запрограммируем Либо тот, который Нам Куда-либо подходит Перемещаться Вот Ну, и Ну, да Линейные города То есть Тоже Как результат Внедрения данной технологии Возникают Линейные города То есть Тоже Интересное направление Вот Мы его В принципе Разбирали Вот Ну, так Если вкратце То Если раньше Города были У нас Кучные То есть Такие Можно сказать Чтобы был Некий радиус И вот в этом радиусе Люди живут То С применением Транспортных систем Именно Высокоскоростных То есть Вот эти города Они могут растягиваться Очень далеко-далеко Вот Так как скорость 500 километров Сейчас позволяет Перемещаться Очень быстро То есть Мы фактически За час Можем Проехать Полтысячи километров То как бы Ну, допустим В условиях Минска То есть Мы из Одного конца города В другой Ну, мы час тратим Вот по Минску Чтобы проехать На общественном транспорте Здесь, собственно За час Можно уехать Почти на 500 километров На 500 километров То есть В принципе Сами города Могут вытянуться В такие длинные Длинные Образования Вот Ну, и отсюда Возникает Само Понимание Линейного города То есть Может быть Линейный город Там, например Минск Гродно Минск Гомель Минск Москва Минск Санкт-Петербург То есть Такие длинные Длинные города Вот Ну, и В общем-то Эту концепцию Линейных городов Даже В том числе Поддерживает Организация Объединенных наций Вот И было Выделялись Даже гранты На развитие Тематики Вот Ну, и Как дальнейшее Развитие Линейных городов То тоже Сейчас Вот архитекторы Рисуют Новые планы То есть Рисуют Рисуют Целые города То есть Архитекторы Сейчас Рисуют Целые Кластерные Вот такие Вот поселения То есть Как организовать То есть Не просто Запроектировать Дом Или Запроектировать А именно Целыми Кластерами То есть В частности Здесь Вот на этой Картинке Мы видим Интересное Понятие Как горизонтальный Небоскреб То есть Вот там Вдалеке Лежит Такой Горизонтальный Небоскреб То есть У каждого Есть собственный Участочек Где-то На природе То есть Ну В общем Концепты Очень интересные Кому интересно Можно будет Почитать В личном Кабинете Ну и Продолжая Тему Линейных городов То есть Так как Они могут Быть бесконечно Длинными То есть Все это Может в итоге Сформироваться В такую Большую Большую Сеть Ну и Название Данной Сети Уже Уже Придумано Вот это Транснет Транспортная Сеть Вот и Транснет В общем-то И будет Предназначен Для того Чтобы перевозить Людей Грузы Вот Ну в общем-то Транспортная Такая Ну можно сказать Транспортный Слой На карте Соединить Ну всю Евразию Большой Большой Такой Вот Без границ Некое Такое Пространство Вот Ну и Переходя К Еще одному Интересному Тоже Направлению То есть Мы говорили Вначале В книжке Что есть Струнно-транспортная Система Не только на Земле Но еще и В космосе Ну и Вот как Образец Применения Транспортных Систем В космосе То есть Тоже это Транспортная Система Которая Придумана Юницким Вот Которую Он посвятил Целую конференцию В 1988 В далеком Году Вот Ну и Эту тему Он не отпускает Вот И до сих пор Ведутся И работы И проводятся конференции Ежегодно Между прочим На одной из этих конференций Не побывалось Побывать Удалось побывать В 2020 По-моему В 2020 Году Вот Ну очень Такая Глобальная Программа Вот И поэтому Когда иногда Спрашивают У него А что вы будете Сделать Когда вы покроете Весь мир Транспортными системами Струнными транспортными системами Ну у него Есть ответ Что Следующая Моя цель Это Построить Общепланетное Транспортное средство Которое будет Доставлять грузы С земли В космос Ну а в космосе Соответственно Есть Ряд Ну и условий И ресурсов Вот Которые недоступны На земле И которыми Можно пользоваться И И стоимость Такой доставки Грузов Она будет Очень низкой Вот Ну в общем Тоже Это отдельная Такая тематика Кому интересно На сайте Можно посмотреть Кстати говоря Появился Недавно Недавно Появился Новый сайт UST.inc Вот На нем Можно посмотреть Всю Всю Тут написали Нет звука Всю Историю Технологии Поставьте пожалуйста Есть ли звук А то Вижу что написали Что нет Как будто бы Так Есть Олег Спасибо Да Ну и Переходя К текущему Этапу Сейчас мы Находимся В преддверии Уже 15 этапа То есть Изначально В бизнес Плане Ольга Спасибо Да В преддверии 15 этапа Мы находимся И В общем-то Как одна Из задач Целей Задач Точнее Две задачи Есть на данный Этап Это достроить 20 километров Высокоскоростной Трассы Вот Чтобы обеспечить Скорость 500 километров Потому что Мы в теории Понимаем Что Данное транспортное Средство Предусматривает 500 километров В час На компьютере Симуляция Тоже покажет Что транспортное Средство Движется С такой скоростью Но в реальности Так как это Все-таки Грузы Перевозки И перевозки Людей Грузов То есть Это все-таки Должно быть Протестировано Вот Поэтому Необходимо Достроить 20 километров Высокоскоростной Трассы В Беларуси Она всего лишь Один километр Вот Ну то есть Ее либо продлить Еще на 19 километров Либо где-то В другом месте Построить Новый участок Дороги Вот чтобы Эти 500 километров В час Все-таки Показать Поэтому Одна из задач Это Высокоскоростная Трасса Вот Ну и Вторая задача Это Достроить Трассу Для контейнерных Перевозок То есть Объем инвестиций Миллионов Долларов Вот Ну и Переходя К Вариантам Для Инвестирования Есть Всевозможные Пакеты То есть Ну если кратко Говорят Как вот птица Два крыла Одно крыло Это инженерный состав Тот кто делает Эту транспортную Систему Ну и Второе крыло Это Те люди Которые финансируют Данные разработки Вот Ну и для людей Которые финансируют Данные разработки Есть разные пакеты Все находятся В личном кабинете Вот Есть в рассрочку Есть разовые В общем То есть Ну чтобы это не было Какой-то В каком-то роде Благотворительностью Ну потому как Ну это По сути дела Краудфандинг Чтобы не было Чтобы люди Не просто так Деньги давали На разработку чего-то А чтобы они получали Взамен что-то То есть Им выделяется Определенная доля То есть На каждый пакет Идет доля В компании Вот Ну и соответственно С Обещанием В дальнейшем Все это превратить В акции Вот И в дальнейшем Это торги На фондовой бирже Вот Ну и возможность Эти акции Продать уже С хорошей прибылью Ну понятно Потому как Взять на примере Обычного дома То есть Мы когда покупаем Покупаем квартиру Например На этапе котлована У нее цена У нее цена Одна Когда мы покупаем Квартиру на этапе Там пятого этажа Цена другая Когда у нас дом готов Цена третья Когда дом сдан Цена четвертая Но здесь по сути Точно так же То есть Были 15 этапов На первом этапе Были Определенный дисконт Вот И с каждым этапом Этот дисконт уменьшается То есть Ну то есть Рисков становится меньше Вот Но зато Надежность Данного предприятия Увеличивается Вот поэтому Есть специальные Рассрочки Есть Доли На каждый пакет Вот И тот человек Который финансирует Технологию Он понимает Знает Что Что он получает Вот на что он может Рассчитывать в дальнейшем Вот Ну и В случае естественно Успешной реализации Проекта То есть Он может ожидать И хороших дивидендов И хорошие прибыли С этого Вложения И наследования И юридическую защиту То есть Ну в общем-то Все те Так сказать Бонусы Которые Имеются У крупных компаний Вот Ну если мы откроем Допустим Там современные Ну какой-то там Ну не знаю Майкрософт Эппл Гугл То есть и так далее Вот Ну и Переходя уже К новостям Текущим новостям Вот Новостей на этой неделе Было в принципе Не очень много Вот От компании Вот Но было много Новостей От партнеров Наших Вот Ну и Традиционно Да У нас на этой неделе Была встреча Бизнесменов Из Индии Вот Приехав в состав Делегации Вошли Хари Прасад Основатель Индийской Компании HP Convergence Которая Реализует Проекты В сферах Чистой Энергетики Сельского Хозяйства Инфраструктуры Ахамед Шахил Ануф Управляющий Директор Индийской Транспортной Компании Ну заметим Что здесь Это уже Профильные У нас были Гости То есть Из транспортных Компаний И Саджир Джордж Генеральный Директор Компании Arabian Coast Trading И Constructing Которая Выходит В группы Строительной Компании То есть Из Уэля И Катара Ну и В них Традиционно Посещение И Диспетчерского Пункта И Поездка На Транспортном Средстве На Юникаре Ну и Линейный Город Очень всех Впечатляет Всегда То есть Сам Макет Линейного Города Видим на Третьей И Ну Не оставляет Безразличными Вот Ну и В конце Конечно же Когда люди Пропитаны Этой Энергетикой То есть Заряжены Новыми Мыслями Идеями В принципе Обсуждают Потенциал Развития Технологии В их Странах Мы помним И в Австралии Это касалось И в Индии Ну в общем-то Все делегации Увозят Потом с собой В свою страну Фотографии Вот И новые Идеи Так Ну и Переходя к новостям Наших партнеров Вот 4 июня У нас Наши партнеры Которые Продвигают Технологию В Латинской Америке Провели Марафон Такой Достаточно Я смотрю Нестандартный Марафон Получился Вот Там и конкурсы Были И Там Фотографиями Обменивались И Такой Сделали конкурс На На следующий Как бы Наперед То есть Ну прошло на ура Вот сами по себе Латиносы Очень такие энергичные Заряженные Вот Ну и в общем Встреча получилась Очень интересная Ну и в прямом эфире Смогли посетить 500 Да 500 человек 500 человек Поэтому это очень Хороший результат Вот Ну а те кто не смог Может посмотреть Встречу В записи Дальше Что у нас Сегодня проводится Встреча в Бельгии Началась она В 7 часов Насколько я помню Да 19 А это по Бельгии Ну то есть По Бельгии в 19 По Москве Значит это В 20 То есть в принципе Она прямо сейчас Проходит встреча в Бельгии Ну и ближайшее У нас 19 июня Пройдет встреча в Латвии Тоже здесь Очень красивый Такой замок Арендовали Вот Ну и в этом замке Любовь Федорова Оригинальный куратор Артем Курбанов Проводит Тоже проводит Встречу для партнеров Для потенциальных Инвесторов Вот Ну и в общем-то Обмена опытом То есть Ну в общем Такой круглый стол От партнеров Так Это 19 июня Вот Ну и Что касается Встреч в Беларуси Мы уже говорили В прошлый раз Что Возможно В этим летом Экофест будет Вот Ну как бы Пока в каких датах Пока еще Ну не определено Поэтому Об этом Ничего не говорится Вот Ну и И хорошая новость Еще для партнеров Вот что Купоны Можно теперь дарить В любую Сторону То есть Раньше у нас Купоны Можно было дарить Только в первую линию Сейчас Купоны Можно дарить На любую глубину Потому что Ну на самом деле Много было Ну как бы Таких пожеланий Просьб Как так Ну вот у меня есть купоны А у меня он по сути дела Сгорает Для чего нужен купон Ну то есть купон Он увеличивает Пакет То есть Если в каком-то пакете Дается там тысяча долей То с применением купона Будет не тысяча А полторы тысячи долей То есть это Ну довольно таки Интересная штука Вот купоны Купоны можно на сайте Зарабатывать Вот И потом дарить Своим партнерам Поэтому Ну в принципе Хорошая новость Можно делиться этими Купонами Со своими партнерами Так Вот Ну и Продолжается конкурс Был он продлен До 14 июля Первый этап В конкурсе Тоже учитывается Количество инвестиций Учитывается Количество Партнеров Которые Которые Приглашают Партнер То есть Ну и потом В итоге Будут хорошие призы Вот И возможность Поучаствовать В розыгрыше Миллиона долей То есть Ну прям Поездки Будет несколько поездок По интересным Туристическим местам Поэтому тоже В личном кабинете Можете посмотреть У каждого Сейчас уже появилась Страничка На которой Написано Количество Баллов Которые человек Уже имеет Вот И эти количество баллов Можно Увеличивать Вот Так Ну и В принципе На этом все Вот Есть презентации Вот Презентации В принципе За Ну много разных Вот одна из последних Презентаций Ну вот Как струнный транспорт Может выглядеть В будущем Ну вот Как раз таки Вот мы видим Картиночка Одна из картиночек Вот Которую мы же не рассматривали То есть На природе Вариант Вот Вариант в городе То есть Ну такой немножко Взгляд В будущее Что для понимания Какой Какой Концепт Будет Реализовываться Вот Куда мы движемся Олег Подключайся Если на связи Вот Если Так Вопросы есть Пишите Если кто-то хочет выступить Тоже можете Написать В прошлый раз у нас Елена выступила Очень здорово получилось Вот Поэтому Кого есть желание Что-то сказать Тоже можете Да Что-то Сказать Вот Ну я запись пока останавливаю Вот Ну и Мы же продолжим В таком В неформальном Общении Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому